Приветствую, уважаемые. Я, Шумников Юрий, очень прошу помочь мне вернуться в родную Самару, чтобы попасть в руки наших врачей. Юрий Шумников трудился на Пхукете в туристической фирме. Мужчина успешно работал на популярном у россиян-острове до тех пор, пока его не сразил инсульт. На помощь Юрию пришла его подруга из Санкт-Петербурга, Екатерина Лазарь. Девушка жила по соседству с самарцем в одном из тайских кондоминиумов. Когда она узнала о болезни Юрия, не смогла остаться в стороне. Я когда увидела Юру, это был вообще передо мной другой человек, не тот, которого я знала первоначально. Передо мной стоял похудевший, обросший, с потухшим взглядом человек. И я просто еле сдержала слезы. Выяснилось, что у него был инсульт, уже на тот момент два удара, с разницей в несколько месяцев. И выяснилось также то, что у Юры нет возможности материальной дальше оплачивать жилье. И, собственно говоря, и помощь отложать неоткуда. Вдобавок ко всему мужчина потерял заграничный паспорт, а в стране из-за коронавируса ввели карантин. Юрия и Екатерина оказались в западне. Сейчас они ждут, когда появится возможность улететь на родину. К этому времени у них на руках должна быть справка, которая заменит паспорт. Екатерина ведет активные переговоры с посольством России в Таиланде. Вот только денег на обратные билеты, впрочем, как и на жизнь, уже не осталось. Карантин принес свой негативный карантин в планирование бюджета, скажем так. И, в общем, все то, что было приготовлено для нашего улета домой, то есть просто ушло все на жизнь, на быт. А доходов сейчас нет. Телеканал «Самара ГИС» связался с представителями посольства России в Таиланде, чтобы узнать, какие документы необходимы Юрию для возвращения на родину. «Можно оформить свидетельство на возвращение. То есть такая бумага, она действует месяц, вот выдается как раз при утере паспорта». Чтобы получить такую справку, нужно обратиться в полицию с заявлением об утрате паспорта, а затем в посольство России в Бангкоке. Но документы должны быть оформлены за три дня до вылета, а рейс в Россию пока не назначен. Чтобы продержаться до этого времени и сэкономить деньги, Юрий и Екатерина проживают в одном номере, на аренду которого средств тоже почти не осталось. Мы будем следить за развитием событий. Анатолий Головко, События.